Хейшки, ребятки, с вами Лекс, мы продолжаем играть в Мистер Мид, и в данный момент будем кое-что пробовать, будем смотреть баги, потому что они здесь присутствуют. Кстати, вот когда я ходил здесь, вот здесь вот, у меня был какой-то баг, то что я поднялся на этот забор. То есть, возможно ли... Вот! Видишь, в этом месте ты поднимаешься. Я не знаю, можно ли это как-то использовать. Вот, смотри. Во! На забор поднялись полностью. Куда можно дальше? На цистерну можно? Можно на цистерну забраться! Я вас понял! Офигеть! Так, теперь нужно что-то придумать с этим. То есть, куда можно дальше забраться, вот вопрос. На крыше ты не заберешься никак, вот с этим вот способом. Да, ну это прикольно, это прикольно. Могу ли выбраться за карту? Нет, за карту нельзя. Здесь, видишь, невидимая стена стоит. Все, видишь, упал. Упал. Видимо, здесь вот этот вот столб, он мешает пройти. Окей, но все равно прикольно. То есть, вот этот момент где-то здесь, да, получается. Вот, да. Вот здесь, видишь, приподнимаешься. Нажимаешь Ctrl два раза, да, или пару раз. Все, и ты наверху находишься. И можешь на цистерну забраться, можешь сюда забраться, можешь на коробку забраться. На коробку забраться зачем? Я не знаю. Ну, почему бы нет? Почему бы нет? Может быть, даже какие-нибудь пасхалки здесь оставили. Но вряд ли на самом деле, потому что игра не такая уж старая. То есть, игре там может быть много времени, но в качестве ребрендинга такого, да, она существует только недавно. В качестве мистер мид. До этого игра по-другому называлась, если кто-то не в курсе. Игра была про психопата. Так, здесь почему-то не дает пройти. А вот почему? Непонятно. Но так тоже, видишь, не получается. То есть, здесь в основном, некоторые объекты ты можешь преодолевать вот такими вот приседаниями. То есть, ты приседаешь, и он автоматически как-то забирается наверх. А здесь, кстати, вот, на стыке забора получается постоянно ты можешь это делать. Я понял. Стык забора это очень важно, видишь? Может быть, на эту фигню можно будет забраться. Все, видишь, здесь я могу пройти. То есть, видимо, есть определенный стык забора, который помогает тебе забраться. А есть определенный стык забора, который тебя не пропускает дальше. Видишь, здесь можно забраться. Можно даже посмотреть, что вот здесь вот находится. Там находится абсолютно ничего. Так, ну мы должны что-нибудь сделать здесь. Здесь 100% должен быть какой-то интересный моментик. Здесь, кстати, вот это вот не отламывается. Здесь нет никаких, получается, ломиков, либо еще что-то такого подобного. Вот отсюда можно увидеть, кстати, ферму уже самого мистера Мита. Здесь пройти вишни получается. Да, не получается, к сожалению. Но это интересно все равно. А я могу вот эту штуку выбить? Да, ребят, окно это... Ага, то есть через него тоже можно пройти, оказывается. Я все это время не знал. То есть я знал, что здесь есть окно. А то, что мы можем через это окно пройти, видишь, оказывается. Я только сейчас узнал. Мы играем в режиме призрака, если кто не понял. То есть это окно, я знал то, что, скорее всего, это используется как дверка какая-то определенная. Но, видишь, сейчас как раз-таки мы это проверили. Это можно проходить и там. Какой-то ключ мне больше не нужен. Давай думай, где можно еще пропрыгнуть где-нибудь. Вот этот забор тоже должен быть, да. Он работает, на него можешь залезть. Ой. Все. Все, да? Выпусти меня! Эй! Я здесь! Доигрались, как говорится, доигрались. Но он приподнимается немножко здесь где-то. Вот, видишь, приподнимается на миллисекунду. Но полностью на забор он не может стать с этой стороны. Плохо? Видишь, я не думал, что может за забор упасть. Поэтому уж извиняйте. Ну, надо выбираться как-то. Если выбраться не получится, придется перезапускать. Заборчики. Но, видишь, интересно все равно. Потому что... А там почему мы залазим? Потому что там, видишь, есть лесенка определенная. О, получилось. Все, супер. Вот, залез. И опять упал. Знаешь почему? Потому что козырек вот этого вот туалета мне помешал. Короче, нужно здесь вот карабкаться, карабкаться. И рано или поздно мы все-таки сможем отсюда вылететь. Ну, ты уже видел сам только что. Так. Ну, там тоже заборчики есть. Я вот не знаю. Может быть, там попробую чему поделать. Так. Ну, давай, вылезай, чувачок. Я знаю, ты сможешь. Я же видел, на что ты способен. Готово. Все. Здесь, значит, ловить нечего, по сути. Я бы хотел просто на туалет как-то забраться. По сути, по сути, можно на туалет забраться. Но это будет сложновато. Здесь вообще везде можно забраться. По чесноку. Вот на такие вот постройки можешь забираться. Но это, видишь, дело случая. То есть, игра просто может воспринять то, что ты находишься на более высшей точке. И поэтому тебя подкинет сразу до этой штуки. Ну, ладно, без разницы. То есть, как бы сейчас я не хочу это проверять. Вот эта стена мне, кстати, не нравится. Может быть, с ней тоже что-нибудь можно сделать. Но я, видишь, не знаю. Кстати, давай попробуем вот сюда залезть. Не сюда. Да даже смысла нет, по сути. Но всё равно попробовать стоит. Так. Здесь у нас тоже ничего нету. Могу ли я залезть на коробке? Вот. На коробке можно залазить, видишь? А, ну здесь, видишь, текстура. То есть, здесь какая-то это... Потолочек стоит специальный. А, это у нас даже крыша. Вот это да. Вот это интересно. Так, ещё какие-нибудь штуки сейчас попробуем. Разумеется, как я знаю, можно кататься на свинье. Но насколько это всё реализуемо, давай попробуем. То есть, я уже пробовал. Во. Видал? Даже можно кидать свинью, самое интересное. То есть, если вы подойдёте к ней в задницу, а это можно сделать в обычной игре, вы можете кидаться свиньёй. Можно как-нибудь её забаговать, может быть? То есть... Да, её можно по-любому забаговать. Давай попробуем. Ну. Всё, она перестала прыгать. Передумала. Думала, думала, да передумала. А я вообще на неё даже так просто залезаю. Я, видимо, должен под неё залезть как-то. И потом хоп, резко. То есть, её можно куда-нибудь закинуть, и она там будет стоять. Всё, во. Спрыгнет ли одна отсюда? Не, она отсюда спрыгивает всё-таки. Но есть места, откуда она спрыгнуть не может почему-то. Это потому что 100% я в этом уверен. Я уже пробовал. То есть, свинью можно забаговать, не обязательно её убивать. То есть, это тоже как бы как элемент такой игры, которая до сих пор не пофикшен. Кстати, стёкла эти, они не разбиваются. Стёкла, говорю, фонарики. Так что в них ничего интересного нет. Разумеется, эти заборы абсолютно такие же, как мы видели до этого. На них тоже можно забраться. То есть, вот эти стыки, они очень сильно помогают тебе залезть. Окей, вот здесь 100% можно достигнуть того, чтобы ты забрался на фонарь. Это 100%. То есть, рано или поздно у тебя получится забаговать всё здесь, и ты заберёшься на фонарь. То есть, так же, как на любой другой объект. Так, давай. Не получается. То есть, это тоже можно использовать во время прохождения. Если, к примеру, тебе нужно убежать. Кстати, да, согласен, абсолютно. Абсолютно, если ты не можешь убежать, там взял, залез на забор и куда-нибудь после этого переметнулся. Кстати, там видишь, тоже такая же башня водонапорная стоит, или как она называется. Вроде так и называется водонапорная башня. То есть, вот так вот нажимаешь, нажимаешь, нажимаешь. Может быть, что-то здесь мешает. Может быть, здесь разработчик предусмотрел это всё-таки. Но здесь, видишь, не получается почему-то. То есть, в основном, такие объекты, как вот такие вот столбы, на них можно залезть, но здесь почему-то не получается. Окей. Здесь тоже водонапорная башня. Я вот не знаю, кстати, что за текстурами находится. Вот здесь можно так упасть, оказывается. Но что-то за текстурами тоже есть. так жалко что здесь нет прыжка потому что был бы здесь прыжок движешь он сразу до этой лестнице доходит подняться по ней не может к сожалению кстати фонарь вообще текстурный текстурный и халтурный и вот странно что хотя они ничего странного нет просто они идут через главный выход всегда вот то есть как наши герой он проходит сюда и выходит здесь а по факту можно кстати мясника то толкать жир вас не его толкать не получается как видишь давай попробуем как-нибудь может быть все таки получится не понял можно его застопорить окей не не получается то есть хоть он похож на свинью как свинью его конечно не покидаешь вау смотри-ка нифига себе то есть смотри у нас здесь 6 ключей если я не ошибаюсь в общей сложности смотри у нас здесь три ключа получается то есть это получается а вот это что за ключ непонятно короче красный синий и круглый то есть как и обычно у нас всегда было но при этом все равно я поставил экстра кей то есть у нас по максимум ключей но видишь я сюда залез обратно вылезти я уже не могу все до свидания как говорится мужки нибудь углы здесь забагованные есть помогут мне вылезти от из этого ада этой адской лаборатории но это навряд ли все равно так эту штуку не открыть потому что открывается только с помощью вот я щас кину вот эту штуку разве мистер мид не должен подбежать сюда министер мид ты слышишь маша не понимать как сюда забраться здесь вот не издается звук вообще то есть если вы думали куда можно кинуть вещь так чтобы не было никого звука и к вам сидит не подбежал вот идеальное место то есть так понимаю везде где такая текстура звука не издается спасайте меня да вот тебе и ловушка так называемая я не знаю может попробовать давайте попробуем кое-что сделать то есть беремся нажимаем сюда я еще раз кое-что попробую сделать смотри заходим туда кидаем себе ключи кидаем все ключи нужные нам для прохождения пример красный ключ к примеру зеленый ключ где ты наверно здесь должен лежать да здесь лежит хорошо примеру красный ключ да я возьмем скинем его прям туда чем нет ключ больше не нужен где у нас здесь ключи в общем-то ищем кусачки пускай будут так вот скорее всего здесь будет не угадал открывайся сезам а вот здесь бывают что-нибудь вообще сколько раз я выдвигал эти ящики ни разу не попадалось что-то что-то ценное вообще из предметов ничего не попадалось так окей здесь активируем там тоже активируем потому что у нас здесь открыто и может кусачки принципе выкинуть о не понял а он все-таки прошел сюда я просто думал между закрыто было ну окей меня вспомнил вспомнил все нормально здесь можно пройти разумеется так но я не буду использовать щипцы щипцы я оставлю и специально кину себе под дверь каким-то образом да несколько ключей то есть два ключа кину себе мы попробуем красный и круглый то есть мне сначала нужно перчатка в любом случае щипцы мне все равно нужно искать так вот здесь нет где еще код тогда появляется еще два места уже где он обычно появляется проверил нифига себе странно так ну ничего нету это очень странно потому что вроде бы должно быть вообще хоть что-нибудь здесь а здесь вообще ничего нету ладно у нас еще одно место это ну не одно несколько мест вот ключ от машины разумеется синий ключ мы получили щипцов нету то есть молоток может быть как раз таки а так подожди-ка код где брать что ж такое то народу кота где брать неужели он все таки был здесь я просто не заметил его да нету вроде глава не щипцов никода ладно просто кидаем этот ключ туда я просто хочу проверить возможно ли пройти игру не открывая вот это вот двери то есть по сути нам куда щипцы вообще были нужны вот так вот кину я тебя не боюсь жарбас так ну вот я не понимаю где щипцы можно взять прикольно вылетела в эту сторону обычно эта штука панелька попадает именно туда в холодильник внутрь в яму эту а можно здесь посмотреть а вот щипцы да все правильно щипцы нашел все таки щипцами сейчас забираем сюда берем перчатку упс упси-дупси залетаем сюда выкидываем щипцы вот сюда вот чтоб потом забрать можно было бы ну если вдруг что не получится так а перчатки то нету и круглого ключа то нету получается или все таки есть без разницы главное что у меня сейчас есть код вижу где код лежал вот я первый раз вижу чтобы он там появился а молоток где господи почему проблемы столько кучеников то новые места у них появились для появления у этих предметов код то я нашел но разбитая не могу без молотка нет круглый ключ здесь то есть и перчатка где-то в некоторых местах появляется нескольких я понял но единственное место где не смотрел это получается ну или за может быть она не единственная может быть еще места есть но основное где не смотрел это вот это вот место там скорее всего лежит что перчатка да нифига и перчатка здесь оказывается у нас тоже появляется я первый раз вижу так ну что у нас есть у нас есть синий ключ у нас есть круглый ключ и нам нужно еще красный ключ который лежит разумеется в сейфе для того чтобы открыть сейф мне нужен молоток 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 у нас где-то лежит так что я его не замечаю принципе ладно пойдем возьму ключ по-быстренькому готово привет жиробасенька жиробасенька все ходит на эту сигнализацию туда-сюда то есть его дурят вот плотную прям что там нашел там ничего нет он такой круглый ключ лежит здесь странно кто его здесь оставил оставлю его тоже здесь пускай пускай лежит здесь раз уж его кто-то сюда кинул да логика просто маньяка этого так ну где молоток где молоток здесь можно спауниться вроде бы нет здесь вообще вещей никаких не спауниться кстати вот интересное место а может ли он все-таки за спауниться здесь потому что вот за все мои игры ни разу еще не было такого чтобы молоток или вообще кум предмет появлялся вот здесь вот нету здесь ничего эта дверь меня очень смущает очень при очень смущает хорошо хорошо и видишь здесь пройти нельзя не дает здесь невидимая стена если пойду дальше по верху то здесь разумеется будет яма наоборот подожди-ка нет 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 нельзя никак сломать систему там у нас все огорожено эти двери не открываются молотка я здесь не наблюдаю так ну давай проверим еще тогда подвал подожди я здесь еще не был да вроде бы здесь был но я не особо внимательно смотрел есть только банка подожди-ка вот же молоток чё это я точно он же всегда здесь появляется я совсем забыл извиняюсь я совсем забыл так бэнк бэнк красный ключ есть красный ключ беру и с красным ключом я иду туда то есть стараюсь пройти через текстуры как только я пройду через текстуры я буду пробовать вот эту вот тему с подбором вещей пройти можно то есть выкидываю один ключ нет видишь не получается не получается к сожалению то есть никак так не взять его нельзя давай попробуем знаешь что сделать то есть я по сути все сделал правильно давай попробуем кинуть предмет через решетку возможно ли это является ли эта дверь текстурой ну то есть проработанной моделькой или все таки это просто текстурка такая нет здесь пройти нельзя то есть она никак не прокидывается как бы ты не пытался здесь прокинуть через эту штуку нельзя сквозь текстуру тоже не получается прокинуть то есть ты можешь взять определенный предмет только когда ты на него смотришь то есть когда тебе ничего другое не мешает здесь к примеру нету щелей я просто надеялся на то что здесь будет щель какая-то в принципе вот щель то есть только если сюда попробовать кинуть да можно попробовать можно попробовать кинуть сюда давай-ка так и попробуем прям сейчас сразу нажимаю играть беру зеленый ключ и пробуем это сделать так я могу что-нибудь еще кстати сломать интересно то есть у нас один вход здесь есть да один вход есть вон там а есть ли еще входы вон там сразу посмотрим ну стреляй а то еще не стреляет прям если ты прям в подтуле не находишься я понял тебя я просто первый раз пробую и мне так же Ты страшилка? Не, не страшилка Зелёный ключ есть? Проходим И, наверное, сразу же пробуем С этим же зелёным ключом То есть, мне нужно кинуть предмет таким образом Чтобы он находился как раз-таки На уровне вот этой вот штуки На уровне вот этой вот фигни Вот, идеально Просто идеальнее быть не может Готово Находимся здесь Вот, посмотрим на ключ И он не подбирается Он не подбирается, к сожалению То есть, я так понимаю, здесь, конечно, вот это вот продумали нормально То есть, здесь сделана именно Не текстурка какая-то определённая А здесь сделана конкретная модель То, что она не даёт тебе подобрать предметы отсюда, получается Ладно, будем ещё искать всякие баги Но, если бы это было возможно, ребят То получается, что игру можно было пройти за несколько минут И вообще просто собрать вот эти три ключа Синий, круглый и красный Не брать щипцы Не брать, получается Кусачки Просто даже можно не бояться о том, что тебя будет убивать сосед Накидать здесь всё это фигни И просто телепортироваться сюда с помощью вот этого вот бага Вот такие дела Так что, ребят, давайте искать дальше баги Можете писать мне баги, которые найдёте в этой игре В описании Чё я сказал? В комментариях Всё верно Так что обязательно пишите Кстати, к ней мы тоже можем зайти Неожиданно Вот, кстати, вот эта дверь, помните? Если пройти по вот этой вот фигне Здесь будет вот эта вот дверь, оказывается Она как раз-таки находится Возле лаборатории Так что это даже интересней Вот такая концовка получается Чем я ожидал сделать концовку Эй, Амелия, пойдём Не пойдёшь? Мы с тобой вдвоём застряли В этой тюрьме Так что, ребят, да У неё, кстати, карточка У неё, кстати, карточка На карточке написано, что она работник Ооо, так она работником являлась Да, она на стажировку уже пришла Точно, точно, точно Я уже думал, просто она давно здесь работает И она согласилась сама На то, чтобы ей сделали свинюшку Ну ладно, это прикольно всё равно Мы нашли вот этот момент Надо будет разработчикам, конечно, это фиксить Так что пишите насчёт багов Насчёт каких-то гличей И глюков Связанных с этой игрой Мистер Мид Мне в комментарии Мне будет интересно почитать Да попробовать Ваши вот эти вот Штуки все Спасибо за просмотр Подписывайтесь, ставьте лайки Не забывайте нажимать на колокольчик Это очень важно сейчас Ютуб никого не щадит Он На 100% теперь Всё срегулировал так То, что колокольчик Теперь только Только колокольчик присылает оповещение Если выйдет без колокольчика Оповещение никаких не ждите Спасибо за просмотр И всем добра Спасибо за просмотр